В деревне Реполова Хантамантийского района почтили память жителей этого поселения, пострадавших за веру в годы гонений. Писатели и журналисты вместе с благочинным Хантамантийского района отцом Сергием Кравцовым на встрече в местной школе напомнили землякам о великих и скорбных страницах истории села. 79 лет назад в Хантамантийске была расстреляна группа верующих жителей Реполова, не пожелавших потерять сельский храм. 13 престарелых сельчанов, в числе которых была и монахиня, воспротивились решению властей о сносе храма, за что и были репрессированы. Дело 13 стариков, которые были расстреляны только за то, что они воспротивились закрытию церкви. Это были очень достойные люди, лучшие люди, тогда цвет нации, как сказала протея Александра Шургунов. Люди, которые были готовы страдать или быть верными Христу даже до крови. Исчестно, что она вступила с ее ногами на землю своих предков, деда и отца. Конечно, тема эта была всемирная закрыта. Никто не знали, что они расстреляли. Почему-то все считали, что они расстреляли в Хримене. Я так и думаю, что они в Хримене. А когда открылись архивы, ну, разнакомилась с этим делом, как-то расстреляли в Хантамансийске. И то, что мы реабилитировали в 60-м году, никто не знал, хотя все еще дети были живы. Всего у него было в семье. У Кусина Николаевича и Доси Степанова 12 детей. Старожилы села, среди которых родственники расстрелянных, помнят подвиг этих людей, восхищаются их мужеством, жалеют о потерянном доме Божьем и мечтают поставить в Репалово часовню или хотя бы поклонный крест. Хочу сказать, бабушка и мама, все-все, вот это, тетка Татьяна, тетка Татьяна, тетка Арина, как, куда они делись, куда, никто не знал. Но все до самой смерти помнили их, я на слуху. Тетка Татьяна, тетка Арина, вот осталось только место наше, домов уже нету ихных. Одного дома, елочка осталась. Это очень страшно, но в то же время гордость за таких людей, что они твои односельчане, что они жили в твоем селе и ты ходишь по этой земле. Они действительно пережили очень многое, это действительно берет гордость за это. Те истории, которые учат детей держаться своей семьи, своих корней, это то, чем они должны жить и чем они должны дорожить. Поэтому, безусловно, эта встреча очень нужна. Если бы эти встречи были бы системны, то есть не один раз, а как-то бы почаще встречались, это было бы, конечно, очень хорошо. Общественники и духовенство Югры давно ратуют о строительстве часовни на месте массовых расстрелов в Хантамансийске, считая, что память о таких событиях необходимо хранить и передавать подрастающему поколению, чтобы никогда не допустить повторения трагедии. Во время репрессий только за два года были расстреляны 976 жителей округа, около 600 из них в Хантамансийске. Митрополит Павел Хантамансийский и Сургутский, и общественность города, и также, как мы видим, и района, конечно же, хотела бы иметь то место, которое бы было увековечено, именно то место, куда можно подойти и помолиться, и помянуть, и вспомнить. Отец Сергий подавил учащимся и жителям села Святое Евангелие и отслужил литию по пострадавшим в годы гонений. Было решено проводить подобные встречи в День памяти репрессированных жителей села Реполова ежегодно.